А закрыли Ночь искусств в Северодвинске ярко и жарко. А парадом фейерверков и огненным шоу жители города Корабелов увидели настоящее волшебство из 600 залпов. Никого не оставило равнодушным и файер-шоу. Яркие моменты праздника в материале Владлены Романовой. Потешные огни так называли фейерверки при Петре Первом. Еще в 17 веке они восхищали жителей Российской империи. На Ночи искусств радовали они и северодвинцев. В городе Корабелов прошел большой парад фейерверков, ставший отличным завершением праздника. Ой, просто радость доставляют, не детям. Вот такие вот эмоции никому не передаваемые. Это фейерверки. И тут очень красиво. Красивые такие. Да, тут так гремит то, что как молоток, как отбракивает. Альфа-румба-мальвина. Название ярких и впечатляющих залпов, которых в этот вечер было не менее 600. Завершилось действие большим праздничным салютом. Победителям лотереи вручили приз батареи фейерверков. Теперь северодвинцы готовы к новогодней ночи. Мы решили устроить на День народного единства в рамках Ночи искусств парад фейерверков. То есть рассказывается история фейерверков, стреляем обратно истории фейерверков. Я думаю, что каждый праздник должен заканчиваться фейерверками. Мы любим фейерверки и люди тоже. Ярко в этот вечер было и у театра драмы. Там зрителей грело огненное шоу. Огонь как зло, которое надо победить, или как добрый друг, который согревает и завораживает. Театр схождения. И северодвинцы единогласно проголосовали за второй вариант. Разогревали жаркими ритмами и студия оригинального жанра «Батерфляй-шоу» и барабанщики команды «Солнечная батукада». У нас очень интересное выступление. Мы хотим передать вам эту жаркую, энергию жаркой бразильской самбо. И выступающим это определенно удалось. Холодным вечером жаркий огонь согрел всех зрителей. Владлена Романова, Юлия Митина, Александр Кузнецов, Регион 29.